всем привет вы на канале заброшенная прибалтика глухие места не перестают удивлять интересными находками я нашел заброшенную машину и большой старинный дом внутри я увидел библиотеку многим книгам уже более 100 лет а некоторые были изданы аж в девятнадцатом веке и тут я понял что это самый настоящий дореволюционный дом приятного просмотра здесь лежат книги довоенные и некоторые из них не то что из прошлого века а из позапрошлого это копейка и похоже брошенная тихосмотр 2020 года номера есть латвийские интересно открыто нет опа тут все целое пробег восемьдесят семь тысяч наверно можно представить себя шофером в советские времена сцепление вообще не нажимается вторая четвертая наверно да она явно не на ходу интересно заглянуть под капот не открывается странно он наверное открывается задом наперед но там что-то заклинило похоже не ну копейка красивая ой блин это статуя ну да статуя женщины из резины это велосипедные покрышки испугался кстати интересно заглянуть багажник ну где же ручка ну где же ручка ну где же ручка закрыто закрыто ладно такая вот находка пойдем дальше пойдем дальше где-то здесь должен быть один очень старый дом по слухам даже довоенный дом а вот похоже и он большой однако какое большое крыльцо мешки какие-то книжки закрыто закрыто и здесь тоже интересно интересно вот что электричество подключено очень звездное небо сегодня я красота красота и здесь это не кто похоже никого тупик да и здесь тупик жутко тут конечно а по а я там уже был еще дверь вижу книги выброшенная печка ух ты рижская это шлем здесь тоже тупик ну и дом здесь минимум три семьи получается жила закрыта а как же зайти а на втором этаже открыто окно только не сломайся ура я на втором этаже ой ё вижу журналы но тут везде дыры здесь получше лестница на чердак оставлю его на потом журналы льесма шестьдесят шестого года вот это да причем здесь много экземпляров с лениным тоже шестьдесят шестого похоже местные жители их выписывали с ума сойти а это лестница вниз а что же стало с обычной лестницей она обвалилась ой какой холодильник москва завод зил пустой пиво алдарис статуэтка и записка похоже на латышском только почерк непонятен распутин горошек восемьдесят первого года вот это да министерство возможно иностранных дел тридцать первого года книжка этой книжке на минуточку почти сто лет а тут как-то даже убрано еще книги есть кто слышал какой-то шорох латышский балет латышский балет с иллюстрациями даже 43-й год наука книжки действительно говорят о том что это старый довоенный дом таких находок в плане годов у меня еще не было иллюстрации различные декорации удивительно что цветные в 43-м году вот она балерина тех лет здесь здесь посуда впрочем ничего необычного хотя здесь могут быть старые рижские тарелки а нет тарелки относительно свежие что за фабрика посмотрю дома мышеловка столовые приборы сахарница бавария немецкая что ли опа там что-то есть такс монетки а ну-ка раз я уже находил такой чайничек копейки вот такой небольшой клад 61-й год 72-й 89-й интересно конечно ой-ёй-ёй чтоб на голову не упала просто жесть снова немного разных банок впрочем это и всё похоже на верхушку от новогодней ёлки и вообще это ёлочные игрушки прикольные мячики следующая комната здесь много книг на полу здесь на полу конечно столько разных книг фотографии может быть местных жителей интересно подписи нет это уже открытка жаль нет подписей одеколон не открытый интересно попробовать открыть пахнет приятно жаль камера не передает запахи посуда здесь же лежит тарелки приборы вот такие вилки последнее время часто вижу учебник русского языка для шестых и седьмых классов пятьдесят седьмого года простое предложение вот это интересная вещь вау это похоже была библиотека и причем весьма немаленькая сколько книг на полках на полу взгляд просто разбегается здесь старые краски набор для рисования карандаши внутри еще краски думаю советские коробочка с нитками в общем все для шитья и рисования немецкая фирма выпускающая карандаши ух ты основана в 1761 году интересная находка книги книги ух ты календарь что неужели 1893 года то есть ему 130 лет здесь все на немецком языке наверное тогда еще Латвия и Рига была под немецкой властью но это просто что-то с чем-то я таких книг еще ни разу не видел вот эта находка здесь много книг на немецком языке как я заметил и похоже это действительно довоенный дом что за тетрадь 71 год посмотрим рисунки карикатуры что же они означают рай и двери с замком в подворотне рая а это бес стоит вот оно что вот это да я конечно в шоке рядом лежит газета обрывок из 34 года да уж я честно скажу я немного потерялся то что лежит на полу хотя и на полу много интересного мне интересно кто здесь жил и каким образом это все прошло через две войны хотя этот дом находится в глуши возможно тут просто не было боевых действий это же все история еще что-то на немецком издана в Риге только не вижу какой год но судя по шрифту это что-то тоже старое может из позапрошлого века кто же здесь жил о том чему еще верят о религии и науке это уже ссср 60 год возможно рассуждение о религии если бог здесь телевизор не вижу названия антенна маяк 2 книжка про образование 25 год закон о государственных пенсиях 56 год право право на пенсию для мужчин при возрасте 60 лет для женщин 55 лет я думаю я думаю здесь жили политические деятели возможно творческие люди а это а это что вообще дон жуан такс 57 год похоже на библиотечный экземпляр здесь жили люди кто владел немецким языком пушкин в музыке две прелюдии для фортепиано 66 год да дом конечно очень удивил тут еще второй этаж журналы корокс в переводе с латышского флаг еще журналы снова Лесма и опять 66 год Звайкзна еще Звайкзна сколько всего разных журналов выпускалось во времена союза наверное десятки Лау Кудзиева журнал женщина да да уж припасы кофе 98 98 года я не думаю что дом столько лет заброшен а это это веранда которую я видел с улицы да и напоследок загляну на чердак пусто если честно я этому даже рад снова это крыша вот вот такой дом очень старый с кучей вещей в частности книг из прошлого некоторые книги даже из позапрошлого века интересно кто же здесь жил а это что похоже на небольшой погреб ух ты на часах уже далеко за полночь время ехать домой спасибо всем за просмотр может я и не смог показать вам все что там было внутри но однозначно таких находок в плане возраста я еще не встречал ух 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 Продолжение следует...